Добрый, добрый, добрый день всем еще раз. Ну что, в прямом эфир возвращаемся. И здесь у нас команда Dream Gaming против команды Newbie. Это Аль Лига, третий сезон, и... Ньюби на данный момент уже забрали себе Сэфа, Рубика и Кентавра. Со стороны команды Dream Gaming появляется Кунга. Тысячу лет не виделись. Кунга, который теперь может, не разворачиваясь, давать торренты. И никто в жизни не узнает, куда Кунга шмальнет свой торрент. Найт Сталкер у Dream Gaming, Лешрак и Венжи Фулл Спирит. Леший, скорее всего, будет у нас фармящим. Думаю, даже на легкой линии, без вопросов. Найт Сталкер, скорее всего, саппорт. Кунгу можно отправить в сложную, можно отправить на мидлейн. А можно, в принципе, отправить в легкую линию. Тут, в принципе, очень даже вариативный пик от команды Dream Gaming. Ньюби, четвертый пик, Бристлбэк. Решили пойти в мясо и в массу этого мяса. Бристлбэк, серьезный танк. Такой же серьезный танк у нас, Кентавр Варранер. СФ Рубик, конечно, подохлее будут, ребята. Но их дело не подставляться, их дело дамажить. Подставляться будут эти два парня. Колючая ерунда по имени Бристлбэк и однорогий конь Кентавр. Ну, со стороны команды Dream Gaming, на самом деле, я запутался в плане пика. Я думаю, что, может, и Ньюби немножко подзапутались. Что вообще там себе Dream Gaming думают? И какая будет расстановка по лайнам? Ну, посмотрим уже на линиях, скорее всего. Я даже не знаю, кого им не хватает. Мидлейн, скорее всего, не хватает. Посмотрим, как думают Ньюби по этому поводу. В принципе, Найт Сталкер на миде стоит хорошо. Лишрак тоже может стоять на мидлейне. Кунка тоже стоит на миде. Если немножко его подсаппортить, смело может стоять. Некрофаса забанили у нас игроки команды Ньюби. Есть подозрение у меня, что точно так же Ньюби в абсолютной растерянности. Что себе там Dream Gaming придумали по лайнам и по всем на свете. Ну что, Shadow Demon у нас не в бане. Берите Shadow Demon и под Кунку торрент, корабль. Все в артстайла. Ну, вы поняли. Поэтому Shadow Demon, в принципе, давняя комба. Использовалась и будет использоваться. Лишрака с Вингой отправили в сложную. Найт Сталкер на мидлейн. Кунка с Shadow Demon легкую. Все. И думать вообще нечего. И разваливай толпой. И не расстраивайся. И Ньюби тоже уже не те, которые могли бы просто так развалить у нас любую команду. Лайфстиллер от команды Dream Gaming. Сказать, что я ничего не понял по пику, вообще ничего не сказать. Тот случай, когда даже не стыдно в этом признаться. Что Dream Gaming придумают? У меня вопрос. Лайфстиллера, я думаю, вы в курсе, как пробустили, что с ним сделали. Теперь Лайфстиллер может прятаться в героя, а может прятать в себя героя. То есть прячешь в себя одного героя и залазишь в другого. И такая вот двойная бомба может влететь куда угодно. У Ньюби последний пик. Ancient Operation забанили Dream Gaming. Скорее всего, на сложную отправится Кентавр. Я думаю, мидлейн будет SF. Бристлбэк будет фармить легкую. И еще один саппорт для Ньюби. Это Skyros Mag. Рубик, Skyros Mag. Такая дабла саппортов. Со стороны команды Dream Gaming. Night Stalker, Кунка, Лайфстиллер, Лешрак, Венжиффул Спирит. Если кто знает, опишите, что это вообще такое. От Ньюби. SF отправляется 100% в мид. Бристлбэк. От Джуна, я так понимаю, пойдет в сложную. Банана. Берет себе Skyros Mag. Ну и здесь Кентавр, скорее всего, будет фармить легкий лайн. Либо Джун отправится в соло легкую. А Кентавр, Skyros Mag и Рубик отправятся в триплой сложную. Можно и так поставить. Ну, тоже, в принципе, все ситуативно. Саншенг. Берет себе Рубика. Ну и последний пик от команды Ньюби. И то же самое с Dream Gaming. Все, Кентавра забрали. Можем начинать. Ну что, игра обещает быть интересной. Пик, по-моему, просто дичайший. Что с одной стороны, что с другой, он нестандартен для нынешней доты. Может быть, после обновы ничего такого феноменального вы не видите, я вижу. Что-то феноменальное здесь точно происходит. Вот. Поэтому будет как минимум интересно. Не знаю, насколько это будет вообще логично и адекватно все на экране. Но то, что интересно будет, это факт. Стоп. По расстановке лайнов команды Dream Gaming мы сейчас все увидим. По Ньюби более-менее все понятно. Ну что, заходят на хайграунд. Стан пошел в Рэббита. Торрент у нас от Кунки не попадает по Рэббиту. Рэббит просто здесь не вышел вообще из стана. Развалили как только могли. Сплитос еще и от Лешрака. Залетел. Минус один делает команда Dream Gaming. И начинают эту игру со счета 1-0. Дальше за Саншенгом. Еще один стан от Вингим. Минус два Dream Gaming. Вот зачем нужна была такая комбинация героев. Просто, чтобы на первом левеле сделать... Точнее, на первой минуте до выхода крипов сделать даблкил. Дальше уже как получится. Леший все-таки отправляется на сложную. И Винга все-таки отправляется с Лешим. Куда у нас пойдет Айо на Кунке? Куда пойдет у нас Ксинг на Найт Сталкере? НС в принципе может сформить мид. Это неплохая тема. А Лайфстиллер в соло... Я не знаю. Я ничего не понимаю в этой доте. Поднимают у нас Венжи Фулл Спирит. Селекин С. Нашли чем отомстить. Демонца развалят без вопросов. Торрент. Еще и подбросили банану вместе с Саншенгом. Но это так. Это просто ликование команды Ньюби за убийство Венжи Фулл Спирит. Той самой, которая начала прошлый файт. Которая дала стан Кентавру. Потом дала стан Рубику. И тем самым подарила 2 килла команде Дрим Гейминг. Начало более чем многообещающее. Поэтому будем смотреть. Кунка на топ лейне. Венжи Фулл Спирит. Саппорт. Кунка по-моему тоже саппорт. Как я понимаю. Потому что фармит здесь лишь рак. Кунка не подходит. Кунка вкачал торрент. Нет еще Тайт Брингера. И не знаю будет ли не будет. Ну будет. Иначе зачем вообще Кунка кому нужен. Кунка я так понимаю может в принципе и отводы здесь пофармить. Ну интересное очень решение от команды Дрим Гейминг. На легкой в это время в соло стоит Лайфстиллер. Найксу будет здесь мешать Бристлбэк. Не сильно конечно. Но тем не менее будет. Здесь уже второй левел. Уже есть Фист. И уже есть Опен Ваунс. В принципе атакующий Лайфстиллер. Не боится он Джуна. Ну рановато еще бояться Джуна. Квиллспрей первого левела. Ничего больше Брист не качал. На мидлейне в свою очередь. Найт Сталкер против Му. Если это будет арт стайл Сталкер. То будет просто великолепно. Фейсбуцы. Урну в Шадоуз. И побежали побежали. Посмотрим. В принципе Неста для этого и ставится на мидлейн. Чтобы по-быстрому вынести артефакты. Вот. Боттл. Тапок. Урна. Все. До появления первого. Ночного времени. Более чем достаточно. Дальше иди уже разваливай. Набирай заряды в урну. Все это. Все это в принципе мы уже видели. И на самом деле я бы посмотрел еще раз. Просто потом дабл кликом на такого. Найт Сталкера. Привязывайся. И смотри что вообще. Весь экшен всегда вокруг него. По-моему поменяли Найт Сталкеру картинку. Если я не ошибаюсь. Фигурку его на... Вот здесь. На его портрете. Или фон поменяли. Что-то точно изменилось. Лайфстиллер. Против Джуна ковыряется. Уже триквилл спрея на нем есть. У Джуна правда маны не хватает. Есть манга на всякий случай. Но манга пока что регенит хп брестлбеку. Брестлбеку. Юзать не юзай этого. Лешрак. Видишь что что-то неладно на лайне. Команды Ньюби. Кто-то что-то куда-то отводит. Теперь все понятно. Рэббит здесь. По фарму 13 на 2. Второе место. В принципе делит с Му. И на мид лейне Найт Сталкер у нас 14 на 3. Ну в принципе очень ровно с Му. Ну и на легкой линии лайфстиллер. Зоуф от команды Дримгейминг. Идет со счетом 12-4 по крипам. Ну и Джун в принципе не отстает тоже. 12 на 3. 12 на 4. Очень все ровно. Очень-очень ровно. И вот вам пожалуйста. Эта ровность выходит в 0 по голде. 0 по экспириенсу. По экспириенсу 200 Ньюби впереди. Но. Тот случай когда 200 практически равняется 0. Рэббита подсловил здесь лишак. Торрента от Кунки нет. Хотя можно было бы и крест бросить. Ну Кунка без Тайдбрингера. Без него он через кросс идет. Через Торрент. Все это в принципе. Логично вполне. Кунка у нас выполняет роль саппорта некого. Который возможно в лейте выйдет в хороший такой фарм. И станет если не керри то хотя бы сэми керри. Должно получиться. Ну и дэмэдж будет тоже вносить по команде Ньюби. Но пока что Кунка исполняет роль саппорта. И фарма ему практически не достается. Все фармит лишь рак. 11 на 2 у него. Команда Дримгейминг влез коллектива Ньюби. Видят банану. Подсловить, подступить не получается. Лишь рак Лайтнинг Стормом не достает. Сф в это время на мидлейне 25 на 6. У Найт Сталкера 20 на 3. Ну тут свое в принципе возьмет. Но Сф в любом случае переигрывает Найт Сталкера. И было бы удивительно если бы не переигрывал. Да поменялась аватарка. Теперь я понял почему и зачем. Гораздо ярче видно Найт Сталкер у нас под аурой или не под аурой. Ночное время или не ночное. От Сталкера увеличилась крупность. Поэтому понятно что НС у нас злой и будет бежать и бить. Пока что есть уже фейсбуцы. Боттл обузится. Ну и неплохо бы Урну в Шадоус сюда. Ну куда. В принципе Найт Сталкеру и так по фарму не так много достается. По сравнению с Сф. По Найт Ворсу. Сф 2.500. Найт Сталкер 2.400. Да тут я немножко ошибся. Одинаково абсолютно идут игроки. Сейчас еще Найт Сталкер имеет возможность выйти у нас в топ. Пожалуйста. Всего лишь на 4 монеты отстает от Му. До поры до времени. Му конечно очень скилловой парень. И мидлейн от Му. Это классика классик. Но при этом НС сильно не напрягает. Лешрак в это время 16 на 3. Не лучший показатель. Цепляет у нас Кунку. Кунка в итоге уходит на лоу хп из файта. Ну и Лешрак остается на линии. По Мане сильно не проседает у нас. Леший фармить можно и через Штормлайтинг. Тоже не проблема совершенно. Поэтому Лешраку бояться здесь в принципе нечего. И подходить близко к репам тоже не обязательно. Найт Сталкер под смоком. Есть иллюзии в батле. Есть фейсбуцы. Пошел файт у нас. Цепляют Лешрака. Стан на Рэббита. Торрент по Рэббиту. Ну и здесь уже Найт Сталкер. Вгрызаются в Рэббита. Рэббит не успеет даже в принципе дожить до своего хувстомпа. Разрезал Кунку, но не насмерть. Чуть-чуть. Чуть-чуть подрезал. Дальше за Бананой. Вот здесь бы Урн оф Шадоуз была у Найт Сталкера. Рубик понимаете тоже бы скорее всего умер. Уходит отсюда Дэмонс на Ло ХП Айоа. Ну и Сан Шэнк тоже скорее всего умирает. На Торрент наступает, но уже мертвый Рубик падает у нас в Торрент. Минус 3 делает команда Дрим Гейминг. Винга посмотрите на 20 ХП. Куда подальше. И по итогу этого файта 1100 зарабатывает Дрим Гейминг и 1000 по экспириенсу. Очень даже жирновато подрались. У Найт Сталкера 990 покупай себе Урн оф Шадоуз. Где, 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 где Айнесс? Ну делай же что-то. Это же невероятный буст просто. Любая ночь Рубик, например, просто без шансов абсолютно будет. Огр Клаб себе приобретает Найт Сталкер. Не смотрели они Первый Интернешнл, не знают, как выигрывается Дота. Ладно, хорошо. Хорошо. У Джуна в это время есть Пурман Шилд, есть Бутс оф Спид. И Боттл тоже обузится для Джуна. Не так уж и много. Нетворс на карте пятый у него. Так что не очень-то и солидно. Вот Кентавр. Это, конечно, несчастье команды Ньюби. Тот, кого сильно загнали на шестом левеле Кентавр. Это при том, что он в легкой стоял. Но здесь такая трипла от команды Дримгейминг, нестандартная. Которая не прощает в любом случае. Лайтнинг Сторм постоянно спамится от Лешрака. Немного маны требует. При этом Лешрак имеет много маны сам по себе. Вот и Леший. Понятно, что Кентавра здесь накаляет. Рэббит постоянно проседает по ХП. Поэтому и подходить фармить свободно не получается. Ульта пошла у нас от Кентавра. Му разваливает Вингу. Джун дальше не пошел. Минус один делает команда Ньюби. Счет становится 5-2. По золоту они проигрывают тысячу. По экспириенсу выигрывают 500 с копейками. Что у нас тут по ультам? Что интересного? Лайфстилер. Интересно очень, что со своим ультом сделает Лайфстилер. Будет ли это Аганим? И будет ли это супер... Вообще дикая бомба. Из трех героев. Или это не будет Аганима? Аганим для девочек. Глянем. Ну, возможно, не лишено это смысла. Все-таки есть Найт Сталкер. Есть Лешрак, который собирает всех вокруг себя. Который сам по себе дамажит дико. Бери кого-то в себя. Ту же Вингу или того же... Того же, того же... Наверное, Вингу все-таки. И потом залазь в Лешрака. И вот на Лешрака выходит втроем, в четвером. А тут на тебе. Два киндер-сюрприза в одном. Сразу две игрушки в одном яйце. Как такое могло быть? Все в панике. Все мертвые. Ну, это в идеале, конечно. Хотя... Странноватое у меня представление об идеалах. Ну, интересно в любом случае посмотреть на Аганима. В пабы я еще не заглядывал. Там этого не видел. Может, в профессиональной доте увижу и пораньше. Зоуф уже... Почти... Насобирал себе на Мордиган. Есть Хелм оф Айронвилл. Есть Глофс оф Хейст. После этой пачки появится, в принципе, Блейдс оф Атак. Ну, максимум сюда на бомжей придется еще сходить. Ну, все. А дальше рецепт за 500. Короче говоря, немного остается Лайфселлеру. Вопрос двух... Максимум двух с половиной минут. Налайн выходит в итоге Зоуф. Ему, в принципе, и налайне должно быть комфортно против Джуна. Недалеко здесь был Айо. На Кунке заблочил. Спаун, например, своему тиммейту. Просто... Просто чтобы было. Демонс у нас попадает под Раскаст. Налог и по Демонс. Но ему не должен его догонять. Стан пошел... Не стан, точнее, а... Да, и стан пошел. По Саншенгу, по Му. Реквейм оф Соло от Му. Порезал дэмэдж всем. Но догорает в итоге у нас от Найт Сталкера. Даблкилл делает уже Найт Сталкер. Поднимают ветра у нас здесь. В торрент Скайрос Мага. Два в один подрались. Потеряли Вингу. Игроки команды Дримгейминг. Но при этом забрали Рубика и забрали Шадоу Финда. Что безусловным плюсом легло для команды Драгон Найт. Драгон Найт? Дримгейминг. Дримгейминг. А 890 по голде они заработали. И 1500 по экспириенсу. Драгон Найт. Приехали. У Лешрака. Уже есть ПТ, есть Нул Талисман, Боттл и куча всякой ерунды, чтобы отхиливаться. Больше пока я ничего не вижу. У Кунки в это время тоже ничего. Бутсов Спид. У Лайт Сталкера уже есть Митрил Хаммер поверх Огр Клаба. И остается 1000 голды до появления Блэкинг Бара. Венжи Фулл Спирит у нас. Сейдж Масс, Бутсов Спид. Тоже в принципе без ничего. А вот Лайфстиллер уже приобретает себе Мордиган. Так и получилось. Две минутки пришлось потратить на это. Ну и дальше смотрим во что выходит Лайфстиллер. Есть в принципе базовые. Лакерасы, Башеры. Можно и не выдумывать на самом деле. А можно заморочиться и приобрести Аганим и хотя бы показать нам как он работает. Саншенг занимается добрым делом для Бристлбека. Потом все это Брист пойдет выфармливать. Тут стаки Эншентов от Саншенга. Джун перемещается на Мидлейн. Уже насобирал себе на Баклер. И скорее всего соберет Мекку в итоге Джун. СФ у нас как я понимаю без Мекки. Да, СФ у нас пошел в БКБ сразу. Огр Клаб есть уму. Осталось приобрести себе еще много чего. Ну 1200 на руках. Ночь у нас от Найт Сталкера. Под смоком Найт Сталкер на Мидлейн. Джуна не увидели или увидели. Под Тавер будут ли лезть? Вард в одну сторону, вард в другую. В принципе все линию видит команда Дримгейминг и контролирует ее. Не высовываются за Тавер игроки команды Ньюби. То ли Чуйка, то ли Вижен, непонятно. Но пингуют сами не по себе. Пингуют туда. В итоге у нас Джун. И становится понятно где находятся игроки команды Дримгейминг. Если бы втроем здесь против пятерых Ньюби подставились, это был бы мув века от команды Дримгейминг. Лешак забирает Тавер. Без диаболиков Лешак. Поэтому просто с руки развалили Тавер. У Кентавра в это время появляется Даггер. Рэббит с Даггером. Есть у него Транквилл Буци. Ринго Фриген. Скорее всего Форстаф будет для Рэббита. А может в принципе и... Соберет себе какой-нибудь Худ. И дальше превратит его в Пайп. Тоже наверное не лишним. Но с другой стороны кто будет... Фармить и кто будет выходить в Керри, если не Кентавр. Готовится у нас файт. Джуна. Пытался зацепить Найт Сталкер. Один Войд и все. В принципе Джун у нас отходит. У Найт Сталкера до сих пор нет Блэкинг Бара. Но 13.5 минута он и не должен был быть. Слишком жирно. Найт Сталкер и так у нас по фарму идет неплохо. При этом 4.0 КДА у него. Лучше Найт Сталкеры бывают... Только я не знаю, только в пабах. Где вообще все сыпется в руки Энессу. Торрент у нас пошел от Айо. Ну и что Джун? Просто выходит из-под корабля. Что за крест? Что за Торрент? Торрент. Торрент. Торрент плюс. В итоге у нас отваливается отсюда Найт Сталкер. По-быстрому. Но ХП не должно хватить. У Энесса отпивается. Нет, Найт Сталкер умирает. Джун налог ХП под Тавером. Кунка отсюда тоже валит на ТП. Ну, это все ошибка от Кунки. Айо тут наплужил очень сильно. Если бы смогли поймать Джуна, был бы файт. В итоге не поймали Джуна. Еще и потеряли своего мидлейнера. Важного персонажа в своей команде. Главный Нетворц. В составе Дримгейминг. И потеряли кучу денег. Выигрывали 2 500. Сейчас 500. Всего лишь впереди игроки команды Дримгейминг. По экспириенсу полторы уже проигрывают. Лишрак в это время забирает Рубика на реке. Может себе позволить у Лишрака. Восьмой левел уже. Есть Диаболики. Сплитерс и Лайтнинг Сторм максимальный. Да и пульс снова для Лишрака. Короче говоря, не подходи к нему вообще. Лайфстиллер в это время перемещается по лесам. Необходимо, я так понимаю, зову что-то дофармить. Или можно уже пойти файтиться. Одиннадцатый левел. Лезь в кого-нибудь, врывайся и файтись. Файтись, файтся. У Ксинга до сих пор нет БКБ. А у СФ Блэкинг Бар появляется. Еще БСФ переформил на 1200 у нас Найт Сталкера. Вот отсюда собственно и Блэкинг Бар. Которого до сих пор у НС нет. Подпушили игроки команды Дримгейминг прям под Т2. Джуну дали возможность подфармить топлейн. Оставили все в принципе. И ДГ, и Ньюби. Ну и Муду, мол туда отправится. Нет, в итоге не отправляется. Под Смоком. Зоуф. У него уже есть опен ваунд с четвертого левела. Просто надо кого-то увидеть. Саншенк без Смока. Зоуф под Инвизом. Лайфстилер может зацепить кого угодно. Но Лайфстилер Тауэром отрезан от своих партнеров по команде. Развалили Найт Сталкера через Хувстом под Кентавра. Мистик Флеер под ноги. Дальше за Лишраком. Саншенк бежит. Телекинез есть, но не достает до Лишрака. Что Найкс? Что Найкс? Найкс ничего. Найкс в принципе не имел возможности подходить. Под Тауэром драться. Ну никаких вариантов Лайфстилеру. В Крипа влазить очень сомнительная перспектива. В итоге Зоуф отправляется на нижний лайн у нас фармить. Кунка по-прежнему без Тайт Брингера. Это Кунка, который... Кунка, который смог. Это Кунка, который саппорт. Который не идет у нас в дэмэдж вообще никаким образом. Брайсер тут скорее всего, чтобы барабаны для всей Тимы насобирать. Хороший, хороший Кунка. Просто молодец. Ну вообще дико смотреть такую вот комбинацию. Где Лишрак фармит, а Кунка саппорт. В пабе меня простреляли просто моментально. За такое вот видение доты. Ну а здесь в команде Дримгейминг можно. Все норм. ДГ решили по нижнему лайну пройтись. Пятером все. Либо в лесу, либо на линии. Зов подпушивает под Т2. Ну отсюда уходит уже Лишрак. Поэтому и втроем игроки команды ДГ вряд ли попрут. Ну он появляется на линии у нас в принципе и Джун, и Му. И поэтому можно подпушить. Кунка должен об этом понимать. Му показался. Не палился здесь Рэббит в итоге. Ну и что? И уходит Кунка с Лайна. И Венга, конечно, тоже не должна здесь отвисать. Демонс не так много ХП имеет, чтобы позволить себе быковать в соло. У Лайфстилера 580 на руках, потому что, потому что, потому что барабан. 670 еще после барабанов появляется для зова. У Венжи Фул Спирит медальон, Белт оф Стрэндж, Тапок. Он готовится выйти в Пауэр Трэнс. Ньюбис заберут, скорее всего, Рошана. Я смотрю, никакого желания у команды Dream Gaming нет. Строго здесь файтится. Рошан падает, забирает его Кентавр. Не Му, а Рэббит на Кентавре. Ну еще бы. Поставили фармить чувака. Он идет со счетом 0-2-3. Надо хоть как-то его сейвить. Это странно. Комбаш все равно была рассчитана на Кентавра Керри. Который может кучу артефактов вынести и дальше издеваться над командой Dream Gaming. А по факту издеваются как раз таки над ним. У Рэббита уже появляется Форстаф. Все-таки Ринго Фриген именно для этого был у Рэббита. Никаких худов пока что на Рэббите не будет. В дальнейшем может и появиться. По золоту ньюби 2.5, по экспириенсу 5000 ньюби. Странно. ДГ давили, давили. Круто файтились, убивали и ганкали и все что угодно делали. Треплу вроде бы выиграли в сложной против треплы в легкой. Вроде неплохо смотрелся Найкс внизу. Да и Мидлейн от Найт Сталкера пожирнее был, чем СФ Мидлейн от команды ньюби. А теперь в итоге потеряли все свое преимущество. Еще и скатились очень глубоко. Торрент у нас по Банайе. По Джуну точнее. Цеплять нечем, просто показал у нас Айо, что может Джуна в любой момент поймать. Что, ждем крест, ждем торрент, ждем корабль. В пятером игроки команды Дримгейминг здесь на лайне. Юзает Найт Сталкер у нас в ульту, значит будет файт. Лезь. Лайфстиллер. В кого-нибудь инфест, в кого-нибудь. Влазит у нас в Найт Сталкера. Найт Сталкер у него летает на нижний лайн. Будут пушить по низу. Хорошо, перетягивается не вся команда Ньюби сюда. Постепенно по одному перетягиваются. И это неплохо. Найт Сталкер, если сейчас найдет му, будет дикий файт вообще. Вдвоем-то они точно будут быковать и нападать. Даже не подумают, есть ли рядом кто-то. А там рядом кто-то был. Это был Кентавр, у которого есть даггер. И Рэббит в любой момент ворвется. Что, ждем врыв от Энесса. БКБ у него есть, поэтому пережить можно будет все на свете. Вылетает у нас лайфстиллер из Найт Сталкера. Сан Шенк в таверну. Налога Найт Сталкер. Найт Сталкер тоже в таверну. Му под БКБ. И ульта от му отменяется. Самим му файт не удался. В итоге забрали одного Рубика и потеряли мидлейнера Найт Сталкера. 390 зарабатывает команда Ньюби по золоту. 1200 по экспириенсу. Лайфстиллер оказался жив. А вот тот, кто носил в себе лайфстиллера, очень даже быстро отъехал. Ну, печально то, что Найт Сталкер со старта не прожал БКБ. Еще до телекинеза надо было это делать. И тогда никаких шансов вообще не было у нас у Рубика. Поднять кого-то, выиграть эти заветные 1-2 секунды, пока Стан поймает у нас Найт Сталкер. И потом его пока не разорвут. Тем более, опять же, Койлы залетели в телекинезе. Ну, немножко тупанул в данном случае Айо. Ой, точнее, Ксинг за это и поплатился. Ньюби на нижний лайн перемещаются. Решили Т-1 спушить по низу. Ну, тут наладо надышит башня, поэтому можно попробовать. Джун пошел танковать. У него уже есть Мека, есть Пурманшилд, Огрклаб. Я думаю, что Брис, скорее всего, выходит у нас в БКБ. Венгу поймали. Венга, скорее всего, здесь умирает. Ну, все здесь, и Банана, и Саншенк поближе подошел, забрал фраг. Торрент в Рэббита, это фиолетово все. Команды Ньюби, Джун в это время забирает Тауэр. По Нетворцу, первое место по-прежнему у СФа. Мут 11400 уже зарабатывает на данный момент. 8500 у Бристлбека, тоже второе место. Ну и 8600 для Зова. Ну, очень сильно перефармливает у нас в итоге Шадоу Фин своего оппонента. Ну, или там ближайшего преследователя со стороны команды Дримгейминг. Тут, конечно, пропасть огромная. СФ очень круто на фарме. Рэббит не так много проигрывает Найт Сталкеру. Так что Ньюби в любом случае в плюсе по голде. Давайте посмотрим на сколько. На 400 с копейками. По экспириенсу 7500. Вот вам и... Вот вам и элементарная математика. Нелепейшие торренты абсолютно у нас от Кунки. Айо... Такое ощущение, что первый раз играет на Кунке в серьезных матчах. И все у него как-то так кособоко выходит. Стан пошел у нас от Лешрака. Рэббита будут пытаться убить. Рэббита выталкивают через Форстаф. Найт Сталкера потеряли. Лайтнинг Сторм от Лешрака. Доминейтинг уже. От него дальше гнать нет смысла. Крест и торрент просто вопиющий. Стремный от Кунки. Айо постоянно сажает на крест Бристлбек. И никогда не попадает торрентом. Что такое? Это я могу себе позволить так делать в пабах. Или кто угодно может себе позволить так делать в пабах. Но это профессиональный матч. И Кунка... Ну отвратительно. Просто отвратительно. Исполнено. Айо. Даже удивительно почему. Все-таки герой не последний... Ну не самый сложный. Это раз. Во-вторых... Не самый вообще... Ну не сказать, что сложно его изучить. И подготовиться. И играть на нем. Ну и это такой герой, который очень часто пикается. В пабах да где угодно. Не думая, что Айо ни разу в пабах не катал на этом герое. И не делал Рэмпаджи с одного Тайт Брингера. То есть должен поэтому знать. Как кросс работает. И как работает Торрент. Ну... Пока что все криво. Ну вот какой якорь у Кунки на спине нарисован. Примерно таким якорем айо сейчас и является. Команда Ньюби. Смог в собственном лесу. На топлейне у нас Лешрак. Леши отсюда уходят. Уже кстати есть Сулбустер. Есть Юл. Ну и осталось немного совсем до Блат... Подождите. Не Блатстоун. У нас тут много еще чего собирается. Это Акторин Корр. Который дает 25% ускорения кулдауна. Поэтому скорее всего будет Акторин Корр. Давайте смотреть из чего. Это вот что. Сулбустер и Мистик Став. И это более чем полезно для Решрака. Я думаю, что это Акторин Корр все-таки будет. Не надо никакие Блатстоуны. Они в принципе были... Ну, достаточно сомнительный артефакт. То есть за неимением другого, конечно, покупался Блатстоун. Который мог позволить нормальный Монориген. А здесь в один слот можно столько впихнуть всего. И откат крутой. И сам по себе Мана будет нормально восстанавливаться. Ну что, крутой Торрент на этот раз от Кунки. Послушал. Щеки красными стали. Поекалась немножко у нас Кунки. Ну и все хорошо. Торрентом попал. Кораблем попал. Да, забрал одного Рубика. Но это не важно. Важен психологический момент данного файта. 438 заработали по золоту. И 837 по экспириенсу. Дримгейминг по мидлейну. Тавер наполовину битый. Тут в принципе через Диаболики все должно решаться. Врубай Диаболики Лешрак. Сразу же Глиф от команды Ньюби. Банана уже подошел поближе. Ну а зачем эти Диаболики юзал Лешрак, если он не решился надамажить в итоге Тавер. И быстрее, 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 быстрее влез в панике просто бежать. Да, Лешрак немножко удивительный. Как коты, которые могут лежать в одной из сторон, в комнате, а потом психануть и как дернуть в какую-то из соседних комнат. Вот такой Лешрак. Подошел к Таверу. Что-то ему не понравилось. И вали через всю карту, через мидлейн. Теперь на топ. Сейчас на топе увидит у нас ССФ, развернется, побежит вниз. На тебе вам крипы в лесу. Через Диаболиков убил крипов в лесу. Окей. 1550 на руках. Солу Ринг не покупает. Пока что я вижу, значит, будет Актеринкор, наверное. Рубик. Крадет у нас Рейдж. Красный Кровавый Рубик, у которого увеличена скорость атаки и невосприимчивость к спылам. Посмотрим на этого Рубика. Саншенк. По-быстрому сюда вниз. Рэббита должны поймать. Рэббита в итоге здесь убьют. Ну и что? Команда Ньюби будет идти дальше. Да, иду дальше. Рубик готов танковать. Все, что можно, в принципе, не проблема. Банана. Аркан Болт по Винге полетел, но это уже на базу. Не на базу, а на Т1 у нас, Демонс. ТП Шелсом. Лешак опять во вражеских лесах. Опять через Диаболики. Ноль МП фактически у Лешего. Тут опасно одному оставаться, в принципе, потому что... Ну а, появляется все-таки Солринг и Бладстоун. Да, никаких Акторинкоров для Лешрака не будет. Не его это значит дело. Хотя, что, откат скиллов, наверное, не лишним. Ну, с другой стороны, да. Диаболик и Пульс Новый. Это то, чем Леший бьет у нас перманентно. Так что, откат того же Сплитвеса и Лайтнинг Сторма, ну, дольше кастуются, чем будет откатываться Лайтнинг Сторм. Нашли здесь Найт Сталкера. Найт Сталкер на развороте под Жуну. Нарал здесь Демонс на него. Ну и опять на крест сажает у нас Бристлбека. Тут БКБ, поэтому никакого креста не будет. Ну и все, Кунка у нас отходит. У Кунки какой-то невероятно крутой меч, по-моему. В Инвиз уходит у нас Найт Сталкер. Ой, Найт Сталкер. Лайфстилер. От кого, от чего? Кто этим уже обладает? Это Шадоу Амулет от Кунки. Вот хочу очень посмотреть на меч Кунки. Фактически с елкой такой вот. Символическая ходит в руках Кунка. Ну давайте смотреть, что это вообще за штука. Это легендарный меч на Кунку. Знать надо. Вода вокруг него. Мистические ботинки. Супер одежда вообще на Кунке. И при этом такая невыразительная игра. Медальон мистический. Такая невыразительная игра у нас в итоге от Айо. Здесь у нас Дримгейминг во вражеском лесу. Зачем и что они делают, непонятно. Но можно в принципе и агрести от команды Ньюби. В четвером уже, даже в пятером двигается сюда команда Ньюби. Сразу же ТП-Аут Демонс. И скорее всего ТП-Аут отсюда Найт Сталкер. Обманули всех просто. Переиграли. Многоходовка от команды Дримгейминг. Что-то у нас тишина такая в чате. Оживай, чат. Где наш интерактив? У Найт Сталкера уже есть Сэнш. Пойнт Бустер также для Инесса готов. Готовится выйти, как я понимаю, в Аганим. Еще и Огр Клаб приобретает себе Ксинг. Так, Дримгейминг проигрывает, по-моему, по золоту. Да, 5000 по экспириенсу, 7500 проигрывает. Не уверен я в полезности Аганима, потому что Аганим более-менее наступательная штука такая. Когда ты видишь больше, быстрее бегаешь и по хребту кого-то разваливаешь. И в данном случае может даже и лишнее будет для команды Дримгейминг данный артефакт. Но с другой стороны, их преимущество может просто в одном файте появиться. Просто делай минус 5 и забывай о том, что ты хоть сколько-то проигрывал. Друга зовут Дмитрий. Так, Скайросмак в итоге у нас забирает Лешрака. Куда, зачем? Вот здесь Лешрак у нас погулять решил. Ну, мувы от Лешрака вообще дикие. То в одной части карты в соло походит, то в другой. И рано или поздно нарваться на команду Ньюбит должен был. Теряет заряды в Бладстоуне, как я понимаю. Да, опять зарядов у Лешрака уже в Бладстоуне. Ну, что он в итоге приобрел? Ничего, по-моему, он вообще по факту не приобрел. Только потерял. Что вообще можно со смерти приобрести? Ну и команда Дримгейминг постепенно закрывается на собственном хайграунде. Им, в общем-то, физически Ньюби не обрезали фарм. То есть не появлялись где-то на подходах к ХГ. Ну, Дримгейминг на собственной, в принципе, чувстве опасности не собирается выходить в собственный лес. Понимают, что где-то Ньюби могут быть поближе. Вряд ли они в Питером фармят собственный лес. Наверное, переместились во вражеский и здесь готовятся нападать. У Кунки появляется Глимер Кейп. Теперь он может давать инвиз своим тиммейтам, себе давать инвиз. И при этом, и при этом, и при этом, и при этом получать 66% к МДФу. Магический дэмэдж к нему не наносится. Ну, на 2,3 точно обрезается. Ну что, Торен пошел в Му. Без кораблей, без ничего. Найт Сталкер в это время еще и Вайдом немножко прособачил здесь Му. В это время у Лайфстилера появляется МКБ, а кто-то там что-то еще приобрел. Лайфстилер купил себе МКБ, у кого-то был Сатаник. Да, у СФа появляется Сатаник. Му очень жирный теперь. 2,100 у него, это 34-ая минута. Кому пробивать пока непонятно. Ну, наверное, Лайфстилер, но для этого Лайфстилеру хотя бы подойти надо. Аганимом у Лайфстилера не пахнет. Наверное, не будет ничего интересного. В этом матче с Найксом. СФ, в свою очередь, нафармил уже Бабочку. Есть у него Сатаник, есть БКБ. Еще и Парли Муаэгис, Пауэртретс и 1300 на руках для Шадоуфинда. У Ньюбис 7500 голды преимущества. 9000 по экспириенсу. В принципе, можно идти давить. Я думаю, что команда Dream Gaming могла бы позволить зайти на собственные хайграун с учетом того, какой Кунка не самый ровный у нас. Дмитрий, вы согласны, что СФ сломает физиономию? Он невероятно пышен. Согласен. Еще тот стервец. Да, СФ и правда у нас переформил слишком много. 6000 преимущества над ближайшим преследователем. Ну, преследователь какой здесь? Лешрак. Лешрак, который сам по себе очень даже рахитичен. Если не дать ему возможность побегать здесь пульсного и подамажить всех. Еще и пульсного второго левела. Вообще, позор просто Лешраку. На 36-й минуте Керри Лешрак, ну, фармящий. То, конечно, Лешрака в щепке СФ сотрет в секунду просто. БКБ включаешь, Лешрака не существует уже по факту. Ну, а дальше Джун идет на Бристлбеке. У Джуна тоже, в принципе, ничего интересного. БКБ с Энжин Яша, ну и Мекку уже считать на 37-й минуте я бы не стал. Лайфстиллер с одним армлетом. Плейт Мэйл и Манки Кинг Бар. А со сколькими армлетами еще мог быть лайфстиллер? Я имел в виду, что из серьезных артефактов тут только Манки Кинг Бар на дэмэдж. Армлет относительный артефакт на дэмэдж. Да, ХП много, все это полезно, все это круто, но... Где-то в лейт какой-то дичайший выходить с армлетом, разумеется, не будет лайфстиллер. Шестой слот это не Мордиган. Совершенно. Кунка торрентами попадает по своему лайфстиллеру. Вот. Учудил так учудил. Из чего, кстати, собирается? Клоака и Шадоу Амулет. Данное чудо. Ну, 66% магического дефа, согласитесь, не кисло. Рубик украл Сайленс от Найт Сталкера. Этот Сайленс ночью 8-секундный. Что теперь делать в Инге? Лишь Раку без БКБ? Вообще непонятно. Ну, если только пульснову заранее не включить Лишь Рак, а если ворвутся на него и поймают его. Бедный Леший. Бедный. Сейчас Ньюби разберутся с Рошаном и пойдут наказывать узкоглазых оппонентов. Я открою тебе секрет. Там у Ньюби у самих с глазами не самые близкие отношения и не самые широкие разрезы. В любом случае будут одни других наказывать. Ну, на Роху, кстати, действительно пора уже и заглянуть. Но у Рошана еще 3 минуты не будет. Почти максимальное время нет Рошана. Поэтому Ньюби еще 3 минуты будут топтаться здесь на подмостках команды Dream Gaming. По золоту Ньюби уже 10 тысяч. По экспириенсу 12 с половиной тоже. Коллектив Ньюби действующий чемпион Интернешнала. Фактически действующий чемпион всей Доты. Победители Доты. Те, которые прошли ее в том году. В этом году с 3 по 8 августа, я думаю, немного светит команде Ньюби. Ньюби не те, состав не тот, да и уровень не тот. Поэтому, конечно, не Ньюби. Кстати, а ну-ка давайте в чатик немножко попишем. Как вы считаете, у кого больше всех шансов выиграть нынешний Интернешнл? Что за команда какая? Либо одна, либо одна из двух. И обсудим. Ну и, конечно же, срач, 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 все, все такое. Секреты Na'Vi в Вичи. EGIG, Вичи, Вичи. Вичи у нас вроде первые по рейтингу мировому идут. Да, с Na'Vi, правда, забавно вышло. Ну, конечно, хотелось бы, хотелось бы. Но, чувствую я, хотя что там, сложно неужели Na'Vi в буткемп залезть. Не дать возможность ребятам вообще отвлекаться от доты и собраться. На кону огромнейшие деньги. В принципе, тряхнуть стариной, я думаю, что в последний раз. Есть у меня подозрение, что в данном составе Na'Vi проведут свой последний Интернешнл. Последний. Стайло уже 847 лет. Хвосту уже. В принципе, у хвоста уже сын из армии вернулся. То есть там возраст очень приличный для дотеров. И, как говорил Zara Gravity, 26 лет это предел. И там к 26 у нас Дэнди подбирается уже. Хвост чуть помладше. Артстайл тоже, в принципе, где-то на этом уровне. Так что, скорее всего, для Na'Vi это... В данном составе последний Интернешнл. Я говорю в данном составе, имею в виду хвоста и Дэнди. Много очень в комьюнити Флейма было, что пора убирать хвоста, пора убирать Дэнди. Не согласен категорически с этим. Дэнди тащит, хвост тоже тащит. Ну, время, в принципе, тоже... В принципе, время тоже их постепенно заканчивается. Тут уже Сумаилы всякие вышли на арену. И Дэнди не всегда всплывает. Ну, Интернешнл будет очень даже показательным для данного состава. Ну, Артстайл, понятное дело, что без Дэнди, без хвоста не останется. Это все не то. А Бернинг играет же. Да, Бернинг играет, согласен. Бернинг играет. У Бернинга результаты. И Фир тоже, да. Тоже играет и тоже есть результаты. У Нави, к сожалению, я думаю, вы прекрасно это видели сами. Результатов нет. Поэтому победители не судят. Команда IG выигрывает много чего. А у Нави процент побед не такой. Да и побед не над теми командами, которыми выигрывает EG, IG и все остальные. У Шадоу Финда появляется Дейдалус уже. Ну, всего предостаточно. Дедлус вообще. Баттерфля есть. Есть криты. Есть БКБ. Есть Сатаник. Пауэр Трэдс. И к тому же еще и Аэгис. К тому же еще и Аэгис. Как разваливать его вообще непонятно. Ну что, СФ на крест сажает здесь Кунка. Просто крест. Крест сам по себе. Без Торрента. Просто сам по себе. Вот так вот Му вернули на два шага назад. Му был в шоке. Что делать? Лайфстилера. Тоже здесь на крест АЮ отправил. Ну и что? И Лайфстилер в итоге у нас не подошел. Никого не продамажил. Опять Лайфстилер у нас крест. Ну что, пойдет просто получит кучу демеджа, а потом вернется на крест? Да, улетает. Половину ХП сам себе слил Лайфстилер. Еще и через Мордиган на лоу ХП. Зив Саба сюда не хватало. Ну готовы Ньюби заходить на хэгграунд. Они 16 тысяч у них преимущества. У них по экспириенсу та же история. Здесь Му вообще никого не ощущает. У Му с руки миллион демеджа. ХП триллиард. И квадратиллион, в принципе, у воротов. Все. Тут живи не хочу. Дерись не хочу. Му под БКБ. Наваливает по зову. Зов, кстати, неплохо Му сжирать. Это, наверное, единственный, кто может нанести демедж здесь СФу. Подстилит немножко ХП. Ну все, последний барак понизу. Оранжевой барак развалился. Милишный развалился. Таура нет. Нижний лайн снесли. И команда Ньюби отходит. Тут должен, в принципе, откатываться БКБ у Му. Должен, я думаю, еще кто-то что-то тут откатываться. Ну что, Му? Торрент, наконец-то. Корабль где? Корабль в откате. Корабль не здесь, в другой бухте. У Кунки 5 секунд еще до появления корабля. Вообще жутко смотрится Кунка Саппорт. Вот, пожалуйста, Глимен Кейп у него. И все. И все. И больше ничего. По артефактам не имеется. У Лишака в это время появляется Сайд оф Вайс. И Бладстоун тоже не самый дикий набор артефактов. Му опять у нас прыгает на водичке. В принципе, без проблем. Аэггис пока что не спадает. Му ловит у нас Флит Иос. Лишрак. Будет ли в Сайденс ходить? Так, Мистик Флэйр под ноги Лишраку. И Саншен делает одолжение в итоге Лишраку. Ветра взлетает Леший. Му на ЛОХП теряет Аэггис. Леший горит, догорает. Байбэк будет или нет? Одну секунду. Лишрака нет байбэка. Рахид всю игру фармил. Купил Сайд оф Вайс. Зачем он был нужен вообще, этот Сайд оф Вайс? Минус 2 делает команда Ньюби. Теряет только Аэггис на Му. Ну а это не проблема, в принципе. Подняться и дальше раскрошить всю базу команды Dream Gaming. Ну что, поздравляем команду Ньюби. Первую катку они вытащили. Напомню, что этот матч проходит в формате Best of 2. Две объединенные игры. Формата Best of 1. За победу получай поинт и иди дальше. Вот. Одну секунду. Я гляну, что у нас тут в чате. Просто нынешняя дота не дает показать скилл. Именно поэтому всякие сумаилы для новички всплывают. Вы согласны, Дмитрий? Я не категорически не согласен. Сумаил всплыл, ты не поверишь, именно в нынешней доте. В той самой доте, которая не дает вообще показать свой скилл. Почему-то у него получилось. Есть скилл, скилл будет виден в любом варианте. Абсолютно. За дотой, которую показывают Na'Vi, хоть интересно смотреть. Абсолютно согласен. Поэтому Na'Vi будут получать приглашение на любой Интернешнл в любом составе всегда. Это не китайский терпёж. Тут не согласен. Китайцы у нас поживее теперь играют, даже чем европейцы. Вы на клаудов посмотрите. На Эмпайр, на НИП. Это же просто издевательство. Кунка уныл. 105. Вообще плюсуем. Лишрак, чем Кунка, бесит. Согласен. Посмотрите Интернешнл. Вопрос в сцену. Разница огромная. В лучшую сторону. Короче говоря... Короче говоря... Короче говоря, давайте мы услышимся через 2-3 минуты. Через 5 где-то, да? Пока ребята пересоздадут игру. И там ещё поговорим. Эвелина Блёденс... Как бы, да. Согласен абсолютно, что китайцы терпильные ребята. Но это старая память, на самом деле. Сейчас 50 на 50. Сейчас абсолютно терпилы везде появились. И в Европе, и в Америке. И везде, везде, везде. Всё, ребят. 2-3 минуты перерыв. Я передохну. Делайте себе чай, конфеты там. Что кушаете, что пьёте. И услышимся уже на второй игре. Ньюбе против команды Dream Gaming. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok.